Права на Арктику подтверждены исследованиями Права на Арктику подтверждены исследованиями Министерство обороны РФ получило доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана. В Санкт-Петербурге под руководством вице-премьера Юрия Борисова состоялось заседание морской коллегии при правительстве Российской Федерации, на котором были озвучены новые данные, полученные в ходе исследований в Арктике. Морская коллегия при правительстве РФ является постоянно действующим органом, который согласовывает работу федеральных и региональных властей и обеспечивает национальные интересы России в использовании мировых водных ресурсов. Нынешнее заседание прошло в библиотеке от реставрированного здания Адмиралтейства, в котором дислоцируется главное командование ВМФ России. Работой участников встречи руководил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. В заседании приняли участие главнокомандующий ВМФ Адмирал Николай Евменов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, руководители профильных министерств и ведомств, представители предприятий и организации оборонно-промышленного комплекса, руководства органов военного управления главного командования ВМФ. Важнейшей темой заседания стало обсуждение хода работ по обоснованию границ континентального шельфа, перспектив его изучения и освоения. «Очень важно защитить свои территориальные интересы, для этого была проведена большая работа, в том числе и военным ведомством», – подчеркнул вице-премьер Юрий Борисов. Министерство обороны РФ получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана. На протяжении многих лет не утихают споры стран-соседей об арктических границах. В связи с этим проведенные исследования имеют колоссальное значение для экономики нашей страны, поскольку, как отметил Юрий Борисов, в этом регионе находятся громадные запасы нефти, газа, примерно 12% нашего ресурса нефтяных запасов, 33% газовых месторождений. В 2019 году в ходе комплексных исследований в Северном Ледовитом океане использовались самые современные комплексы и системы. Полученные исследования будут переданы в ООН в феврале 2020 года. Они станут решающим аргументом юридических прав России на территорию шельфа, которые изобилуют углеводородами. О своих правах на континентальный шельф в Северном Ледовитом океане Россия заявляла не раз, подавая заявку в ООН. Но комиссия международной организации ее отклоняла, считая, что предоставлена недостаточно геологической информации. Тем временем спор за Арктику продолжают вести и Канада, США, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция и Исландия. Теперь же Министерство обороны РФ провело дополнительные бати-метрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, сказал вице-премьер Юрий Борисов. О том, какая колоссальная работа была проделана в этом направлении военным ведомством, и в частности военно-морским флотом, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Этому был посвящен его доклад о деятельности Министерства обороны Российской Федерации по обоснованию внешней границы континентального шельфа России и перспективах по его дальнейшему изучению и освоению. Более чем за полувековой период исследований накоплено огромное количество данных о рельефе дна Северного Ледовитого океана, сказал адмирал Николай Евменов. Минобороны совместно с Минприроды провели комплексный анализ отечественных ретроспективных и современных материалов гидрографических работ, выполненных в Северном Ледовитом океане за период с 50-х годов прошлого века по настоящее время. К гидрографическим и геофизическим исследованиям привлекались корабли и суда ВМФ, атомные и дизельные ледоколы, научно-исследовательские и гидрографические суда, авиационные отряды гражданских ведомств. Как сообщил главком, специалисты управления навигацией и океанографией Минобороны РФ, центрального картографического производства ВМФ создали цифровую базу батиметрических данных на центральную часть Арктического бассейна. Эта база данных продолжает регулярно пополняться новыми измерениями. Полученные материалы позволили построить наглядную и детальную модель рельефа дна в контексте российской заявки по обоснованию границы континентального шельфа, пояснил адмирал Николай Евменов. Уникальным картографическим продуктом, созданным на основе цифровой базы батиметрических данных, стала электронная батиметрическая карта. Ее масштаб позволяет с высокой точностью выделять, классифицировать и определять основные характеристики форм подводного рельефа. В частности, такие как континентальный шельф, континентальный склон, подножье континентального склона. Главком ВМФ подчеркнул, что в 2019 году в ходе комплексных исследований в Северном Ледовитом океане использовались самые современные комплексы и системы, обеспечивающие получение данных, полностью соответствующих требованиям комиссии по границам континентального шельфа. Так, за время экспедиции научно-исследовательское судно «Академик Федоров» прошло более 5600 миль в целях эффективного комплексного исследования по всем параметрам. На этом наша работа не заканчивается. Предстоит еще много сделать для освоения Арктики, и мы готовы к этому, подытожил адмирал Николай Евменов. Санкт-Петербург. Ольга Воробьева, Красная звезда.